Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня поговорим с вами о том, что нужно учить детей молиться. Так случилось, что многих из нас молиться в детстве не учили. Я думаю, что этим нас сильно обокрали. Они не додали нам того, что нужно было дать. Такое недокладывание, порционный обман лишило нас очень многих духовных калорий. Наверное, в жизни многое было бы по-другому, если бы мы учились молиться с детства и в тяжелые минуты взывали к Богу. Хотя, наверное, даже и не учась молитве, в некоторые тяжелые минуты мы становились на колени многие и поднимали глаза в эти незнакомые небеса для нас. И искали там Господа и просили «помоги». И он помогал. Чтобы учиться молиться, душе, собственно, нужно просто вернуться в себя. Ибо душа по природе действительно христианка в скорбные моменты жизни. Но лучше, чтобы человек был научен с детства обращаться с Богом за помощью. Это задача отчасти школы. Школа тоже может в этом поучаствовать. Сегодня она отделена от церкви, как и церковь от государства. Но дело школы все-таки как-то сориентировать человека в выборе добра и зла, в плане выбора нравственного. И школа со временем может, по крайней мере, воскресная обязана этим заниматься. Воскресная школа родителей, крестные родители духовенства должны помочь детям молиться. А молитва ребенка, братья и сестры, это великая помощь человеку. Потому что ребенок еще лично безгрешен, по крайней мере, не так грешен, как человек. И грех не препятствует ему взывать к Господу. И стены между Богом и ребенком нет. Молитва ребенка может быть сравнима с молитвой монаха или молитвой священника в силу невинности человека, обращающегося к Господу. Удивительные примеры того, как дети обращались к Богу, и люди взрослые получали просимое по их молитвам. Говорят, на Руси был такой обычай. В период мора, голода, неурожая, длительных засух или приливных дождей, приближения многочисленного жестокого врага, детей ставили близко-близко к алтарю, и священник громко говорил слова молитв. А дети хором повторяли, такие маленькие голчата, 5-6-летние, они по приказу взрослых громко повторяли за священником хором. Вместе слова, которые он произносил, как бы укрепляя усилие его молитвы, умножая ее, вот это русичи верили в то, что это невинная молитва, молитва безгрешных уст, что она будет Богу доходной, и Бог сжалится и переменит гнев на милость. И так история нам говорит, что часто действительно Бог менял гнев на милость, уже приступал, как туча сгущался, значит, Господь, бедами над головами людей, и были вопли, были слезы, было покаяние, был страх, была перемена, и тучи рассеивались, и это радостно. Примеры есть совершенно удивительные, я, наверное, когда-то рассказывал, но не по линии еще раз рассказать, о случае, который был в Киеве в время оккупации. Когда гитлеровцы заняли город Киев, вот в одном из семейств умерла мама, отец на фронте, дома 2-3 ребенка там, по-моему, было, мало-мало-меньше, такие 6-7-9 лет, такие вот, совсем еще маленькие дети. Мама их умерла, они были воспитаны религиозно, они умели молиться. И бедность, одиночество, взрослых нет, и полная растерянность. Что делать? Они положили маму на стол, гроба никакого не было, еще не знают вообще, как дальше поступать. Но они знают, что нужно что-то читать, какие-то молитвы нужно читать, когда умирает человек. А что читать, они не знают. Псалтирь читают, где Псалтирь возьмут? Они берут первую книжку, которая у них есть, попался им там какой-то акафистник, и там они нашли молитву Николаю Чудотворцу, акафист. И стали его читать над телом только что умершей матери. И там есть много разных таких вот этих радуйся, обращенных к Николаю. Там радуйся, тобою всякая ложь обнажается, радуйся, ибо тобою всякая истина сбывается. Там радуйся богатство беднякам на земле Богом данное, радуйся там хлеб неснедаемый алчущих. Ну много красивых этих поэтичных похвал любимому всем миром святому Чудотворцу Николаю. Там есть такое радуйся малодушных укрепления, радуйся мертвецев оживления. Это не читают дети эту молитву над мамой. И радуйся мертвецев оживления. И мама поднимается живая. Значит, Господь возвращает ее к жизни. Николай вымаливает это такое чудо по молитве детей. Такой вот, у кого-то из монахов я слышал этот рассказ. Такой киевской бывальщины такой. Это очень трогательный случай. Какая сила, значит, может быть в молитве ребенка, который знает, что просить. Собственно, у кого просить знает. И поэтому мы должны с вами, дорогие христиане, думать о том, чтобы дети наши знали. По крайней мере, отче наш, знали крестное знамение, знали Божию Матерь и обращались к ней архангельскими словами. Радуйся, благодатная Господь с тобой. Знали, может быть, тропарь своего святого. Молитву Иисусу или просто Господи помилуй. Господи сохрани, Господи благослови. Все это нужно знать. Обязательно их этому учить. Много учил детей молиться один из любимейших святых нашего народа, святитель Тихон Задонский и Воронежский чудотворец, который, живя на покое в этом самом Задонске, в одном из монастырей, часто звал к себе в келью детей, бедных детей из бедных селений. Он одаривал их белым хлебом, что для них было очень вкусно и драгоценно, яблоками, конфетами иногда. Давал им там какие-то по полкопейки, по копейке. Они были очень довольны. Но это они должны были заработать. И он им сначала давал задания такие, выучить какую-нибудь на память что-нибудь, или заставлял их молиться. И они клали поклоны перед иконами и оглашали, как голчата, как на птичьем базаре, как птички келью святителя, этими детскими голосами, в разнобой там выкрикивая, Господи помилуй, кормилец, сохрани, милостивый Божий, помилуй всех нас. И он их там учил, как надо обращаться. Иногда бывает, выйдя за порог своей кельи, видя ребенка, он звал его к себе. Говорит, скажи-ка, солнышко, где Бог наш? Ребенок, наученный заранее, святым говорил, Бог наш на небеси и на земли. Вся и лика в восхоте сотвори. Говорит, молодец, сынок, на тебе там, скажем, полкопеечки. Они очень любили святого, ходили специально на литургию для того, чтобы побыть возле него. А когда его не было, сначала уходили со службы, если он часто недугающий, оставался в келье. Но потом полюбили литургию и без него. И постепенно приучились к богослужению. Ну, так или иначе, святой Тихон любил детей трогательно, особенно, потому что он детей своих не имел, будучи монахом. Ну, а наша задача, безусловно, это учить детей молиться. Ребенок часто принимает без рассуждений и без критических каких-то анализов ту правду, простую, как Божий день, на которую у взрослого уходит огромная работа ума. Узрослый сомневается, анализируется, поставляет. Ребенок же невинен, и этих барьеров у него нет. Посему, думаю, и говорит нам Господь в Евангелии, будьте как дети. Будьте как дети – это не означает быть наивным, на людях ковыряться в носу, и вести себя смешно, и не стыдиться перепачканных коленок. Или, скажем, вымазанного в физиономии, вымазанной вареньем. Это не в этом смысле. Апостол Павел поясняет эти слова так, что не будьте детьми по уму. Умом не будьте детьми, но злобою младенствуйте. То есть будьте беззлобны, как дети. Так или иначе, у детей можно учиться. Детей нужно учить, и у детей нужно учиться. Так что, дорогие христиане, если мы будем иметь у себя дома молящегося ребенка, то сей ребенок, собственно, есть молящийся ангел. Личных нужд у него особых еще нет. До какого-то времени ребенок, может быть, даже безразличен по части одежды, которую ему одевают. Лишь бы были папа с мамой рядом. Что одели, что дали покушать. К этому он может относиться смиренно. Если мы, конечно, не развратим и не испортим. Что мы сегодня портим детей, и они испорчены, развращенные вкусом, строптивые домашние боги, так называемые. А в принципе, ребенок – это невинное существо, счастье которого заключается, комфорт и счастье которого заключается в близости к нему отца и матери. Если он у нас молится дома, то молится не о себе. Он о себе еще молиться не умеет. Ну, может быть, что-нибудь какое-то такое, наивное такое у него может быть. Как одна девочка говорила, я очень люблю папу, маму, бога и попугая. То есть, вот такое примерно детское отношение. Так что они могут там про попугая своего молиться тоже, чтобы он не болел. Но, в принципе, молитва их будет о родителях. И поэтому не отбирайте у себя самих такое великое благословение и такое великое подспорье. Тут некий столб, на котором небо держится, упираясь на который, висит небесный купол над нами. Это молитва невинных душ, молитва страдальцев невинных, молитва больных терпеливых, молитва монахов, молитва праведного духовенства, молитва невинного ребенка. Так что будем учить детей наших молиться, да с Бог их молитвами, да может, и спасемся. Ангелы, Всевом Хранители, братья и сестры, мира вашим семьям и до скорых встреч.